Ген третий. Ваша улыбка стоит миллионы. Директор должен приходить на работу. Каждый день. Если это утверждение кажется вам очевидным, значит вы точно не генеральный директор, не его заместитель и уж тем более не владелец бизнеса, потому что тогда вы точно знали бы, что это правило нарушается сплошь и рядом. Первые лица компаний очень любят пренебрегать своими прямыми обязанностями под самыми благовидными предлогами. Предлог обычно звучит так. У хорошего менеджера все работает само. При правильной организации труда участие директора можно свести к минимуму. Все процессы настроены, все задачи сформулированы, все инструменты налажены, все люди правильно мотивированы, задача руководителя теперь просто не мешает. Тем более, что еще Стив Джобс сказал, работать надо немного, а головой. Все эти аргументы мне очень нравятся. Я за грамотную организацию процессов, правильную мотивацию сотрудников и вообще сам в своей компании сделал максимум для того, чтобы она работала как часовой механизм. У меня даже есть отдельный мастер-класс на эту тему. Панель управления. Как оцифровать компанию. И уж, конечно, я двумя руками за стратегическое мышление, импорт знаний и привлекательный имидж. Тем не менее, утверждаю, генеральный директор должен приходить на работу. Каждый день. И Стива Джобса я бы поправил. Работать надо и головой, и много. Во всяком случае, сам он работал именно так. Расскажу историю из жизни моего хорошего приятеля. Назовем его Михалычем. На тот момент он был владельцем не самого маленького бизнеса в одном крупном городе нашей страны. 2006 год. Нефть растет, рынки цветут. В стране бум потребления. Россия на тот момент – лучшая иллюстрация древней китайской пословицы прилив поднимает все лодки. Встречаем Михалыча на конференции в декабре, а он смуглый, как Уго Чавес. «Прекрасно выглядишь. Где отдохнул?» Спрашиваем. «Что значит отдохнул?» «Я теперь только и занят тем, что отдыхаю. Живу на Красном море. У меня там дом, яхта, джип для сафари. Книжки читаю, в море хожу на рыбалку. Девушек на яхте катаю, когда скучно. Не жизнь, а вечный кайф». «Стоп. Но у тебя же несколько дилерских предприятий в России. Ты их продал, что ли?» «Зачем продал?» «Все прекрасно работает, приносит прибыль. Я нанял толкового директора. Он всем управляет, присылает отчеты. Я их просматриваю, иногда даю указания. А вы что, каждый день на работу ходите?» «Зачем?» «Проходит год. Снова встречаем Михалыча. Даже боимся спрашивать, как дела. Человек просто светится от счастья. Да вообще все отлично. Бизнес прет. Море теплое. Девушки красивые. Не жизнь, а рай. Я, глядя на него, даже стал ощущать какой-то комплекс неполноценности. Мы тут все бледнолицые, пашем с восьми до восьми. И чем больше ты работаешь, тем больше у тебя задач. А он кайфует на Красном море, рулит оттуда несколькими предприятиями и с ног до головы в шоколаде. Может, я что-то не так делаю? Может, мне тоже пора в шезлонг под пальму? Проходит еще год. И выясняется, что халявный шоколад все-таки вреден для здоровья. Все у нашего приятеля было отлично лишь до первого кризиса. Грянул 2008-й, Михалыч вылез из шезлонга, приехал домой и обнаружил, что его замечательный директор внутри его холдинга давно выстроил свой маленький холдинг. И этот маленький холдинг почему-то приносит доходов гораздо больше, чем большой. Михалыч начал считать, а уже пошел отрицательный денежный поток. Он стал ругаться, уволил директора, но тем самым нанес компании еще больший ущерб, потому что вслед за большой крысой ушли все крысы поменьше. И теперь у мышиного холдинга не осталось ни денег, ни людей. А так как все эти годы он активно расширялся и строил свои новые дилерские центры на кредитные средства, то теперь был еще и по уши в долгах. Дальнейшее предугадать нетрудно. Пришел банк и забрал у Михалыча все его предприятия. Я и сам однажды оказался в похожей ситуации. Когда в 1998 году мы с партнерами открыли ауди-центр Таганка, я поначалу не стал закрывать свою компанию «Наша Русь». Думал, можно и рыбку съесть, и на велосипеде покататься. Доверил всю полноту управления директору, а сам приезжал раз в месяц на подведение итогов. Нет, мой директор не воровал. Он был добросовестным наемником, честно выполнял свои обязанности. Но рынок рос, а наши продажи с каждым месяцем падали, и, наконец, рентабельность плотную приблизилась к нулю. Директор при этом постоянно жаловался. Работать все тяжелее, жизнь усложняется, доходность снижается. В итоге мне стало ясно, что компания не кактус, который можно раз в неделю полить и больше ни о чем не думать. Бизнес – очень капризное растение, и без заботливого садовника неизбежно зачахнет. В итоге через два года, когда «Наша Русь» пробила нулевую отметку, я продал это предприятие. Однако просто приходить каждый день на работу мало. Нужно каждый день приходить на работу с хорошим настроением. Улыбка генерального директора не элемент косметики для корпоративной культуры. Улыбка босса стоит миллионы в самом прямом смысле этого слова. Что делают сотрудники, когда руководитель приходит утром на предприятие? Смотрят, какое у шефа настроение. И неважно, карьерист ты или добросовестный трудяга. Это наш биологический инстинкт – постоянно сверять свои действия с сигналами вожака. Пример из науки. Зоологи как-то изучали стаю бабуинов. В ней всегда есть альфа-самец – генеральный директор. Самый умный, самый сильный, самый сексуальный. Понятно, он управляет стаей, но как именно это делает? Ему не нужно раздавать всем подзатыльники и уж тем более залезать на возвышение и толкать зажигательные речи. Ученые заметили, что остальные бабуины без всякого принуждения раз в 30 секунд бросают взгляд на альфа-самца. Типа, я нормально себя веду? Может быть, будут какие-то пожелания? Примерно то же самое происходит и в человеческой стае. Но этот инстинкт можно использовать по-разному. Глупее всего с его помощью воспитывать в окружающих слепое подчинение. У нас почему-то считается, что чем выше ты поднимаешься по служебной лестнице, тем более напряженным должен выглядеть. Взгляд пронизывающий, лоб нахмурен, зубы сжаты, чтобы все притихли и задрожали. На самом деле, ваши сотрудники, хоть и бросают время от времени вопросительные взгляды на вожака, в ответ хотят получить положительные сигналы, работать в позитивно настроенном коллективе. И ничто так не вдохновляет человека на трудовые подвиги, как улыбка руководителя, которого он уважает. Особенно, если шеф с тобой регулярно здоровается. Да еще не скупно добрые слова. Я давно взял себе за правило. Каждый день приветствовать большинство сотрудников за руку. Этот ритуал стал моей визитной карточкой. Сначала люди пугались, потом привыкли. Со мной под одной крышей работало 289 человек. Эта процедура занимала 30-40 минут до обеда и столько же после обеда и вечером, но я никогда не жалел о потраченном времени. Нобелевский лауреат Даниэль Каннеман, автор книги «Думай медленно, решай быстро», утверждает, что когда у человека хорошее настроение, коэффициент интуиции у него увеличивается вдвое. Я на собственном опыте убедился, что это абсолютная правда. Хорошее настроение плюс регулярный контакт с каждым сотрудником, и ты видишь людей насквозь. Бывали случаи, когда я по движению глаз и энергичности рукопожатия вдруг чувствовал, что с коллегой что-то не так. Звоню его непосредственному руководителю. Что случилось с Анатольевичем? У него точно все в порядке? Да точно, Владимир Николаевич, не сомневайтесь. Через месяц Анатольевич приносит заявление об уходе, а его руководитель лишь разводит руками. Как вы догадались? Но, разумеется, шеф не должен выглядеть клоуном, который гоняется за всеми по офису со своим позитивом. Нужно научиться делать это естественно и в то же время осмысленно. Если, например, передо мной стоят три человека, и один за месяц продал 10 машин, другой 12, а третий 15, я поздороваюсь сначала с тем, кто продал 15, а не с тем, кто ближе стоит и тянет ко мне руку. Все это можно преподнести с долей юмора, давая понять принципиальность подхода. Самый ценный ресурс руководителя – его время и внимание, и я трачу его на сотрудников пропорционально их вкладу в общее дело и той пользе, которую они приносят компании. Ученые до сих пор спорят, мозг нами управляет или мы мозгом, и все больше склоняются к первому варианту. В нашем сером веществе много чего плавает, в том числе зеркальные нейроны. В ответ на искреннюю доброжелательную улыбку, они всегда отзываются активизацией мозговой деятельности, поэтому надо приходить на работу и делиться, делиться, делиться хорошим настроением, заряжать и заражать. Вот увидите, ваши сотрудники неизбежно передадут свое настроение клиентам, а клиенты – это наше все. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова